Многостраничный регламент, жесткая техкомиссия и сама гонка не похожи на остальные. В Кирове прошел традиционный осенний пикник-тур, официально именуемый как Кубок Кировской области по ралли. Чем были примечательны нынешние заезды экипажа и репортаж Романа Четверякова. Почти что модельный ряд автомобилей, но без привычной суеты вокруг них. На этом ралли мало привести в порядок машину. Здесь куда важнее предстартовый час, когда участники начинают получать дорожные карты. Тот самый путеводитель, который нужно успеть быстро изучить и мысленно выстроить по нему траекторию движения к победе. Для Майкла Бека все это было в диковинку. Он один из первых европейцев, решивших попытать счастье в пикник-туре. К тому же в экипаже у него главная роль. Ралли считается больше штурманской гонкой, нежели водительской. Самая главная задача – это получить удовольствие, поучаствовать в этом мероприятии. Конечно, мы попробуем стать первым. По многочисленным отзывам, новичкам на туре приходится сложно. В каждом из четырех зачетных классов сформировалась целая группа явных фаборитов, привыкших год от года совершать как можно меньше ошибок на дистанции протяженностью не менее 100 километров и включающие в себя не только пункты контроля времени, но и дополнительные соревновательные участки. Два скоростных, здесь будет слалом, еще будет один слалом, и два на регулярность движения. Там нужно соблюдать среднюю скорость заданную. Непростые раллиные требования, тем не менее, не понижают интересы к данному формату автогонок. Судям после окончания заявочной кампании пришлось расклеить 58 стартовых номеров, и все они без исключения уже с первых метров ринулись на финиш. Порцию драйва приходится получать и предприятиям общественного питания города. Пикник-тур для них тоже состязание в мастерстве приготовления вкусных блюд. На этом отводятся всего одни сутки, спустя которые кулинарные изыски оказываются в дегустационной программе ралли, которой его участники придают немаловажное значение. Предприятия-то общественное питание получают независимую оценку вот такого жюри, который на самом деле городской жюри. И сами понимаете, что когда жюри 5-6 человек, всегда возникает вопрос, а кто эти люди, которые нас оценивают, да? А когда 160 человек, то уже, в общем-то, степень доверия гораздо выше. Еще одной особенностью прошедшей гонки стала ее длительность. Вместо прежних двух дней экипажи прошли все испытания за один, после чего в итоговые протоколы зачетов «Абсолют и бизнес» были вписаны имена победителей и призеров. Отметим, что наших зарубежных гостей среди них не оказалось. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.